Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и тем временем Фурлан начинает свою атаку Выносит одного, выносит второго Все отлично для Эгоу Они потеряли два девайса, да Но Энджин все равно остался последним И он скорее всего будет заявить свой голел С вторыми арморами Посмотрим как будет дальше идти игра Потому что Эгоу никогда не угадаешь Как они будут сегодня исполнять Эгоу команды не самое стабильное Что характерно в принципе для второэшелонных коллективов Вот, что касается их пути сюда Они на этом чемпионате уже смогли обыграть Команду Волоса, Волос и Микстейпов То есть, и причем обе катки они сыграли на Мираже Как раз таки Мираж у нас будет мапдесайдером Поэтому в принципе можно считать, что Эгоу могут Взять это бест оф три противостояние Но опять же с поясы команда, которая только что была на мажоре И мы понимаем, что она сыграла там не так уж плохо С учетом 2-3, она вылетела с группового этапа Не добравшись до плей-оффов, как вы помните Сограв с маузами не лучшим образом Но опять же, такова жизнь По поводу Лило, все еще стоит мне говорить или не стоит Там люди, которые спрашивали, еще остались У нас в чате или не остались Это тоже вопрос Ну и полетели смотреть дальше Фурлан откидывает буйную головушку Келекса Понятное дело, что Эгоу, кстати Будут уже получать себе третий раунд Надо просто дать убивать именно Мак-10 от Снетча И Инджин вместе с Мейджером Ну, тут, понятное дело, останутся вот в таком состоянии Сегодня, кстати, Cloud9 с СК играет Да, я знаю, на Весге Очень крутое противостояние будет Но она онлайновая, если я не ошибаюсь Или это Лан? Или это Лан? Возможно, Лан? Я, кстати, не помню Интересно Интересно Может быть, и Лань Американ регион файнал Да, это, наверное, Лан Но там, опять же, это все еще групповая стадия И, в принципе, ничего страшного И, кстати, да, на World Final едут вообще 6 команд То есть не слишком принципиальное противостояние Потому что выиграешь, проиграешь, не страшно Го, пролила Сейчас 0-3 Вот сейчас девайсный раунд отыграем И если будет антиэкономический, про лил расскажу Надеюсь, не забудут Не забудут, потому что я тот еще, чел Дабыл ОП от мейджера Келликса Снайперская винтовка снэтча В этом раунте И пока что Двойная ВП, как всегда, должна играть вообще на Д-трейне Это очень-очень сильный сетап Потому что... О, что? Пауза должна быть нажата, наверное Келликса в ФК Келликс Братюня Так, минус Келликс Минус снайперская винтовка Раунд я не знаю, будет ли он запаузен Нет, нет, нет паузы, друзья Спейс Солдерс просто могут проиграть сейчас раунд За счет того, что у них минус 1 в дисконнекте Келликс вернулся, но уже безжизненно он вернулся И гоу, собирается в сторону Б-планта Я так понимаю, пойти Опять же, большинство на меньшинство Можно что с А, можно что с Б реализовывать Но восстановить свою СБ, например, проще Та же, как и на Инферно Мажор Зачем Мейджор То есть, СВП принимает нижний парочный И ничего не получается Снова, опять же, у него какие-то проблемы Со снайперской винтовкой на этой позиции Регулярные Ну, Инжин с пазом засейвит Два девайса Одной из них будет снайперская винтовка Келликса Которая на базе осталась Печаль Это онлайн Окей Так вот, по поводу Лила И Лил Пипа И Na'Vi И так далее Свап, на самом деле, конечно же С точки зрения игроков Свап в пользу Виртуз Про Потому что Роджер является сейчас В нынешней мете сильнее То есть Дота, чем шикарна Чем она уникальна, в принципе В отличии от CSGO, например В Доте постоянно идут патчи И нынешний патч Он для персонажей Которые очень и очень быстро гангуют Очень агрессивных роумеров И Лил более специфичный роумер Нежели Который, мы помним Выигрывал на виверах Вот таких вот Чуваках У него достаточно широкий пул героев Но он достаточно специфично отыгрывает И в нынешней мете Универсальность Роджера И его вообще способности К постоянной агрессии И очень крутым передвижением И понимание игры Именно в таком формате Так у нас идет перезагрузка GoTV Я сразу же покажу вам экран Как только мы загрузимся Так вот Роджер это такой человек Который способен влиться В любой состав, на мой взгляд Совершенно любой Будь то Империя Будь то условные Там, не знаю М19 или Гамбит Куда бы его могли позвать Да, он везде может Войти в состав Причем из Империи Его не хотели отпускать То есть его не гикали Его просто-напросто затрейдили И решили то Что так будет лучше Нави в свою очередь Получили себе очень крутой актив Который смогли затрейдить на Лила Получив еще сверху за это денег Получив за это еще очки от Лила И так далее То есть в общем и целом Тут нет проигранной стороны Да, тут Нави получили то Что они любят Это медийка Лила Плюс очки и плюс деньги А Virtus.pro получили себе игрока Который готов исполнять Самую сильную четверку Сейчас на нынешний момент В СНГ И опять же это не означает То, что Лил или Роджер Сильнее играют Это означает то, что в нынешней мете Роджер реально Самая сильная четверка в СНГ На мой личный взгляд Тут у меня даже вопросов нету Так, ну мы загрузились Но тут никого нету Сейчас наверное Коутю будет Перегружаться обратно Вот, поэтому Так оно и как бы работает Что Переход этого Этот свап По факту Для Virtus.pro Только усиление И я верю То, что ВВП с таким составом Способны Если ничего критичного Не произойдет Или Ну опять же Есть шансы на то Что будет еще слаб какой-то Кто знает Вот И Дальше Посмотрим, что они будут делать На ненте Но я думаю, что топ-3 Они спокойно могут взять Можете оффнуть разговоры Про донную доту Чувак, извини Но у нас реально пауза Ничего не происходит И Ну, карта не играет На смысле Команды не играют И так далее Мне кажется, он себя В веско зарекомендовал Когда с ним отыграл Да, да, да Понятное дело То, что Когда они находились В одной сборной Как бы Роджик Показал себя И сразу стало понятно То, что Он тот человек Который нужен коллективу Но Вопрос еще и в том Что в принципе Он показывает Очень лучшие результаты На мой взгляд Он был лучшим игроком на весь То есть Такие штуки, конечно Работают Именно таким образом Опять же, да Этот вопрос Про доту Был задан чатом Поэтому сори Причем несколько раз С разными людьми Поэтому сори Кого там Это нервирует Очень сильно Очень сильно Мы ждем Когда же начнется игра Я могу на самом деле Просто паузу поставить И пойти спокойно Заваривать себе чайок Поэтому У вас есть выбор Что называется Что касается Клауд Найн И СК Я думаю То, что здесь Матч реально Не самый важный Просто Он крутой Он жесткий Но Он Это вам не мажор Это веск Да, за него много денег Но там стоило Пять салтов На выход В финалы Пять Шансы на невыход Крайне малы Что для одной Что для другой команды Так что ничего страшного Куда еще дальше Спрашиваете вы меня По поводу Роджера В Европу Америку Куда угодно Если у него Хороший английский То его могут взять Любую команду У нас же есть Резолюшн Наш главный экспорт СНГ И он до сих пор Играет на Самом лучшем уровне Хотя Опять же Не всегда Это легко С той Форме Которая У УДЖ была В протяжении Довольно долгого Времени Неужели сейчас Будет релоуд Карты Ну Они будут просто С того самого Момента То есть они сейчас Находят Сейв Раунда Сейв денег И так далее И мы будем Играть с того раунда Который они Изначально имели Вот он Мейджор вместе с Келиксом Два ВП имеют Раунд не засчитан Короче Тот был Который Которым Келикс Вылетел Это фаероплей Адекватная тема То что пауза Не была тогда Правда поставлена Меня взмущает Немножко Но я думаю Что парни договорились И Гоу Наверняка согласны На такие условия Так что все Ок Но это не 0-0 Понятное дело Так Мейджор Стреляет Уходит на БП Опять же Играет С дефолтной позиции С дефолтным девайсом Сантара кстати Без раскидок Это печально Получает 2 флешки Пытается уйти Его в конце концов Не убивают Здесь нет Снэчи находят его С верхнего парапета Мейджор Все таки Делает свой килл Но сразу же на размен Приходит Снэчи Его уже 2 кила С ВП Отдействует Очень серьезно На нервы Спейсам И раунд все равно Будет в пользу Его То есть Опять же Сыграли файерплейта Отыграли его Таким же образом Единственная разница То что Спейсолтер сохранят 3 девайса Вместо 2 Эпселон кстати Пока выигрывает У спраутов Что самое интересное Правильной встречи 9-6 Там тоже Бест оф 3 серия Должна быть Или нет Бест оф 1 А или это Еще предыдущая Да Это За выход В следующую стадию Он уже Немножко перегоняет Нижнюю сетку На нижней еще Не все разрешено У нас уже Точно Либо Спейсы Либо Гоу Попадают В закрытой квалификации На Котовицу Опять же На Котовице Будет тоже жестко Я имею ввиду Смысл На закрытой квалификации Там очень Очень Сильные составы Играют Фантазер Угорает Итак 0-4 ВП от Снейча Снайпер с комментовкой от Келликса В этот раз только одна Спейс Солдерс не могут позволить себе вторую Или могут Но не хотят Там опять же Нормальные раскидки Зато Мейджора И Керезает первый фраг На Тао И Сейчас уже Эйгоу Должны интегровать В меньшинстве Таков тростом Как они будут Селаться Пселон 13-6 Уже ведут Неплохо Опять же Логично Спраут Не самая сильная Команда В этом мире Доказальная Квалификация Инжин Значит Вроде как смог Найти свой фраг Убил паза Гоу Начинает свою перетяжку В сторону Б-планта Снова они придут к Мейджору И снова Мейджору Придется обороняться Вместе с Сантарасом Который уже успел Зайти через ЗЗ сюда Ну читает Читает Спаси своего оппонента Проблема в том Что впечатление не помогает Да Потому что Мейджора вообще снесли За секунду Фурлан очень хорошо Высчитал его позицию И полетели в молотую Зонируется ЗЗ Зонируется за ЗЗ Инжин Оказывается в полумях Но у Туксан Тараса Шикарная позиция Что-то сделать здесь 2 кила Руби поставил бомбу Фурлан Ич Отвечает неплохо 2 кила от него Инжин вместе с Келиксом 2 На 3 Инжин 33 хп 33 коровы 33 коровы Снэйчи вместе с Пиэчером После первнего барыча Минус 1 Келикс остался соло Келикса практически Не Не ту шансов На самом деле На продолжение борьбы здесь Поэтому находит на сейф Своего снайперской винтовки Что ж 5-0 Друзья Игоу пока что Таллин доминирует На своей собственной карте Противников из Турции И Пока что Не видно Какой-либо серьезной борьбы Да Здесь были размены Да Снэйчи с Пиэчером Остались вдвоем Но честно говоря Окончание раунда Было полностью за ними И Пока Игоу смотрится Достойно Достойно и по-польски Я бы сказал Параки вообще всегда умели играть Кс Гоу Самая популярная там игра И Польша Можно сказать Недоцененный центр Контер-страйка Хотя опять же Если вы посмотрите Котовицу на ланах Я имею ввиду Если вы увидите там Хотя бы одну польскую команду В этом году Конечно С этим могут быть проблемы Потому что Игоу не факт Смогут выйти из Закрытой квалификации Например Или из групповой стадии Уже ланов С Virtus.pro Вы сами знаете Что творится То есть Никто не знает Короче Будет ли нормальная команда Из Польши В Котовице На плей-офф части Когда они будут играть На стадионе В предыдущий раз Этого не было В предыдущий раз Virtus.pro Не вышло из группы И Таким образом Поляки в Котовице Не смогли болеть За собственную команду Но вот если они болеют За собственную команду Вы бы слышали Что там творится Там реальный ад Народ рвет себе глотки А тем временем Рвет глотки Келькс Вместе с Ксантарасом У Эгоу Все глотки потеряны Кроме Снэйча И Снэйча Сейчас придется Что-то выдумывать Ооо Выстрел на Ксантараса Снэйч Не получилось Снэйч Это напоминает Мне две вещи Его никнейме Я имею ввиду Первая Это конечно же Золотой мячик Из Гарри Поттера Который Снич Которого надо было Ловить Ну в принципе Оттуда Ну в смысле От этого названия От английского слова Снэйч И пошло И второй Снэйч Конечно же Фильм Который Сделал Который В свое время Переводил Гоблин Но я не буду говорить Какое название У него было Все равно все знают И оно не очень Сенсурное Вот Его сделал Один из моих Любимых Режиссеров Тоже самый Который сделал Револьвер И карта Деньги Два ствола И еще Пару тройков Замечательных Навэл Ну а мы Отправляемся дальше Ну Его зовут Горичи Если что Мы отправляемся дальше На четвертый Точнее на какой четвертый На шестой раунд Первый На седьмой На седьмой раунд Первой половины Снэйчем Ой Выловил Груби Сейчас Или Груби Выловил от него Можно так назвать Груби просто кидает Свой калаш Ну что это такое Ну рофлет Рофлет Парни Я думаю То что Не должно было Таким или образом Повлиять на Общение Внутри коллектива Войстрел от Келлекса Отличный Вынос просто Сейчас фурланчика И гол Двигается в сторону Зелени Вещер Получает еще один смок Сюда на апдаун И Груби В окнах Сантараса Прожимает ему спину Но Энджин Отвечает достойно Остается только Снэйча Он один По ногам попадает Но и до свидания Художественный фильм Украли Да Именно так Скажи, плиз Русскоязычный вес Будет комментировать кто-нибудь Я не в курсе Честно скажу Кто комментирует вес Не мы точно Не Рухар И наше это дело Королевское Заниматься Такими вещами Нам интереснее смотреть Например фарзов Но к сожалению Фарзы закончились Только что Они проиграли Спейсам 16-12 Если я не ошибаюсь И Флэшки полетели Энджин остался За смоком Убивает одного Принимать второго Не получилось Баста времени Дает два кила Все легко И просто Знаете Контерстрайком Здесь и не пахло Но опять же Денег не было В Вайгоу И сейчас начинается Как раз таки Закуп Калашам Патрон Где Келькс Ливнул Не зачитали Нет Пять минут Турецкий Сейчас турецкий Начнут Устраивать Опа Красиво Красиво Отмечу Наконец-таки Он попадает На этом На этом Нижнем бортике А то Парапет Не играл В его сторону Совершенно И HR Теперь будет Заменять Снэйч Со снайперской Винтовкой Опять же Чехи Явно Вот мы видим По динамике Раундов Они явно Рассчитывают Именно на Опенфраги На выходы Именно за счет Стрельбы И так далее По поводу Логики Вальф Я уже отвечал Миш Сантарас Будет ли молотов От него Прилетать Заль не летел Молотов горит Эгол стоят Думаю Это своем Тао Зайдет через Смокс Чекает влево Чекает право Не понимает Пока что происходит И где противник Его видели Его видели Теперь инфа По Тао Есть А Тао Думает Что по нему Нет никакой инфы Решил на шефте Пройти Керек Светлё Полностью Перекрыл с собой И флешки полетели Смоки тоже Но Сантарас Господи Как он выносит Вы только посмотрите И Чар Остается один И тут без шансов Спейс Олдерас Возвращает себе Потерянное преимущество 4-5 И Ну преимущества Правда не было Вообще никакого Перешпесиков Борис Бритва Борис Фиг попадешь Почему фиг попадешь А потому что Фиг попадешь Тао Уезжай с Зехой На зелени Смоки полетели Пока мы тут Вспоминаем Маленькие цитаты Из Одного из Полища Так я уже говорил С вами не брал А ну сори Что ты уходил Не важно Тао С Зехой В двух салах Все законно И нормально И Нжин До свидания И тут остается Только PHR 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 Красиво все сделал Но Это все Прежде чем Килл и гол Сейчас Явно Не чувствует Себя На коне С этими Не девайсами И девайсами Тоже Поэтому ясное дело Что у них ничего особо Не получится Итак друзья АВП от снэча М4 Калаши Все остальное Дабл АВП от менеджера Келикса Снова Это Десяточный Одиннадцатый Раунд На ваших Экранах Ну и Борис Фурманом Или Пхр 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 Погнали Ну не знаю Пхр Я все таки Буду вызвать В этом раунде Игоу поставили Все на одну точку Они решили Вчетвером Ворваться через Абдаун Их полностью Здесь похоронили Вообще Кранты Плюс еще один Человек выходил С мейна Вот вы видите Трупы Господи Никак мне не выбраться С этого планта Видите Трупы Валяющиеся На этой точке Фурман еще понимает Что тут Как бы да Были шансы Но реализация Не та И я думаю Что на самом деле Конечно же Гоу является Здесь Командой Аутсайдером Командой Которой Тут явно Не обязана Выходить Что называется Да То есть Есть вот СС Которые являются Явными лидерами Здесь И если они Не выходят С OpenQual То все На них будут смотреть Крайне странно Вот Но То есть На игоу Сейчас 2.13 Если не ошибаюсь Есть даже 2.5 КФ Соответственно Это означает То что они Андерлорды На первой половине Начинает Типа Детовку Space Soldiers Последние 6 раундов Они забирают Себе в охапку И гоу Очередной девайс На них Но Сейчас уже Начнутся Постоянные девайсы С этими Недобаями Маленькими Где-нибудь Где-нибудь Не будет Раскида Как у Снэйча Сейчас Или у Пиэчара Или то Где-то Не будет Лишнего Калашика Но Все равно Будут раунды С девайсами Пытаться Все-таки Проломить С собой Что-нибудь Пока что Выглядит Что А Что Б Одинаково Совершенно Причем Полноценного Вот именно 5 человек На Б Захода Еще не было Были Потери В разных частях Карты И потом В меньшинстве Заход На Б Но вот Именно Чтобы На 5 на 5 Не было Молотовы Отправляется Налево И направо Келикс ЦВП Открывается На нижний парч Чекает Нижний парч Смог И до свидания Просто До свидания А если Еще на базе Остается Только Сантарес И мажор Мейджор Мейджор Гуляет По Неве А я хочу Только К тебе Курлан Пришел Мажор Получил Пощам Но Сам Мейджор Не сохранил Снайперскую Минтовку На следующий раунд Поэтому Будет не очень Но опять же По деньгам Все в порядке У спейсов Они смогли За 6 раундов Восстановить Экономику Полностью И сейчас Она у них Очень даже Неплохая Денег Куры не клюют Но Эгоу Могут начать Доминировать С этого раунда Кто знает Кто знает Если они Смогут Сделать Здесь Два Кряда То будет Неплохо Иначе Получат Ресет А Ресет Это Грустно Все равно Про Лила Говорил Говорил Еще и Получил В чате За то Что Ооо Дотер Я пришел Сюда КС Смотреть Что ты Про Доту Рассказываешь Хотя Это Важнейшая Киберспортивная Информация Новости И так Далее И я не думаю Что она должна Кого-то Не волновать То есть Будь это Лол Тут и Понятное Дело Что Кого не Волнует Мажор Убивает Фурлана И дальше Еще и Подает Груби Снэч Пичаром И Тао Три Человека Оставшиеся В живых После встречи С капитаном Команды Спейс Солдер Скеликс Минус Тао Остается Только Снэч С Пичаром Снэч 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 Тож погибнет Сеатарас Молодец Сделал Еще 2 килла И это Раунд За спейсами Ресет экономики Для игол Но опять же Деньги у них есть Нехорошие Грязные деньги За убийство людей Но Если бы у Тао Не было такого Проседания На 1600 То я думаю Что они закупались бы Не то чтобы Это все равно Хороший балл Был бы Да Но сейчас Они будут Экономически Тут водить Или полуфорс Как вам больше нравится Бега на саммите Че думаешь Думаешь Там легкие команды И если они там Не выиграют То это вообще Гбэла Ну в смысле Не выиграют Если они не возьмут Топ-2 Хотя бы Ну Камон Ну и пока Конечно Бронебойная защита От спейсов Отдали они Первую пятерку Раундов Но Продолжение Заставил Себя ждать Воу 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 Бурланчик Че ты делаешь Роняют Роняют И гол Сейчас спейсы Очень серьезно Это кстати Получается Что восток Роняет запад Если гол Начнут ронять То они начнут Ронять восток Но Пока Только все В одну сторону Идет 86 Чет конечно Хорошее Все еще для и гол То есть они В принципе Могут и выходить На 9-6 И ничего страшного Понимаешь Это заключительный раунд Первой половины Но Во второе Со вторым Придется браться За оружием Во все Вообще Прям вот Во все Их кондиции И стараться Максимально показывать Игру на своей карте Мейджор Выход против поляка Поляк первый падает Крубе Чекает нижний парыч У нас оказывается Мейджор Все еще на бпунте И Гол пытается Тыкаться на б Пытается тыкаться на а Но везде им щелкает По носику И нет какого-то Знаете Возвращения Стараптивого Так Заходы Флешки 100 Минус мажор Минус ансарас И Надо ставить бомбу Срочно ставить бомбу Грубе На дальней дистанции Перестрелить одного Перестрелить практически другого Келикс 9 хп Молик Залетел Минус Келикс Остается Инжин И это реально Шанс для Гоу Даже очень хороший шанс Если только Инжин Сейчас не устроит Но это не Ксантарес И не Келикс Инжин не самый сильный В своем составе Сами турки об этом Пчате писали Сегодня целый день Потому что Инжин Может быть и не такой уж хороший Но его команда Это неплохо 8-7 И первая половина Заканчивается С минимальным преимуществом Спейс Олдерс Почему Valve Так забивают На КС Чем на Доту Хотя КС Гоу Может приносить Гораздо больше прибыли Плюс КС Сплатная игра Деньги больше Идут с нее А турнир По типу Инта Сделать не мог Потому что А Все всех устраивает Б Денег больше С Доты Играет в нее Больше Денег с нее больше приходит Потому что Есть китайский рынок В КС Нет китайского рынка Уж поверь мне Бро Если бы В КС Гоу Был бы китайский Большой китайский рынок С самого начала И до сих пор В принципе его нету То КС Гоу Могло бы побороть Доту По всем показателям Начиная от призовых Заканчивая количеством денег Которые игра приносит И просмотрами И так далее Но пока Это все даже не близко То есть Дота борет все В СНГ регионе И в Азии Ну в Китае Причем кстати Лол Сильнее чем Дота То есть Прямой конкурент Но если сравнивать Именно КС и Доту То ясное дело Что волвам приносят Денег намного больше Именно Дотан И просмотров И известности В мире И инт конечно же Должен быть у них А нам особо Это в принципе Не надо Мы до сих пор Даже 3 миллиона Призового фонда Поставить на один чемпионат Не можем Какой инт Забудь Вот Плюс инт Хорош тем Что там есть Компедиум А у нас Компедиум не делают Потому что На мой взгляд Может быть боятся Отчасти Потому что Если ты ставишь Компедиум Сразу все Понятно То есть Есть прозрачность Почему В КС Нет прозрачности Вообще Это вопрос Который надо Самому себе задать На него не обязательно Отвечать Потому что Ответ может быть Неправильным Кто знает Но прозрачности Нет никакой Мы знаем только одно Что есть стикеры И команда Получает деньги За стикеров Сколько Кто Покупает стикеров Какие Команды получают Больше денег Какие меньше денег Мы не имеем Ни малейшего понятия А если Компедиум появится То вот эти 25% Условных Как в доте Будут давать нам 100% информацию О том Сколько денег Было вложено В мажор Изначально В интернеш Господи В этот В Компед И Компед То же самое От китайцев По факту Там чуть ли не Процентов 70 идет То есть Вот эти вот Условные 20 миллионов Которые разыгрываются На НТ Из них Миллионов Так 15 Ну там 12 Сделано китайцами Так что Китайским регионом Вот Так что Надо прекрасно Сознавать И КСГО Даже близко Не стоит К этим цифрам И Не будет стоять Скорее всего Никогда И это означает Только один факт Того что Если они делают Компедиум То это может быть Концом для игры Как они думают Возможно То Опять же Я не обладаю Той информацией Которой обладают Они В смысле Валфи я имею ввиду С точки зрения Статистики Да И объема цифр Которые они получают Стикеров И так далее Поэтому мы ничего Не можем знать Только догадываться То В упоре Погнали Хэдшот Один Хэдшот Второй Фурланчик Там с гроби Оформляет Мейджор Инжином Спейсы Все-таки Цепляется За этот Бэплэнд Могут поставить Здесь бомбу Это важно Потому что Тогда они смогут На третьем раунде Играть с девайсами Поэтому Надо бомбу ставить Точно Но не в ущерб Новому раунду Пас все-таки Падает Замертывая И теперь уже Начинается пуш Со всех сторон Геликс Остается один И до свидания Как думаешь Dust2 Когда вернут В официальный Маппул Думаю В ближайшее же время То есть Надо было дождаться Когда Мейджор пройдет И сразу после Мейджора Dust2 Вернется Я думаю Что в течении Месяца Тире двух Тире трех Он вернется В маппул Но опять же Когда Valve решат Его вести Это их личное дело Они могут делать Как угодно Но я думаю Что до следующего Мейджора Мы его точно увидим Итак Счет 8-8 Второй раунд На второй половине И Спейс Олдерсы Програв Пистолетку Ясное дело Пойдут сейчас Без девайса Потому что На третьем раунде У них будут Калаша Второй арморы Из-за пастальной бомбы На первом раунде Курванчик Отспреивает Неплохо Мейджор пытался Зачекать за бункером Точнее За вот этой будкой У него это не вышло Точнее у него это вышло Он зачекал О Он там никого не нашел Такое бывает Случается Ну и тотальная тишина На карте Посмотрите 48 секунд У Спейсов Только одно УМП Которое они забрали С трупа Остальные просто Нанесутся А еще Смог появился Вот Смог Это хорошо Потому что Фурлан мы видим Ошибается Пропускает бомбу А это очень большая ошибка Сейчас Она приносит крайне много денег Спейсам И турки довольны Своим раундом Сейчас должны быть максимально Они убили одного Забрали УМП Смогли забрать Смог Который дал им Возможно Поставить бомбу Изи Кристалл Я не очень понял Проблему прозрачности Заработка на CSGO Если в Dota 2 Это не проблематично Объясни пожалуйста Быть ли стрим клоудов Нет не будет По поводу Проблем прозрачности Короче Объясняю В данный момент Никто не знает Что происходит С точки зрения Монетизации CSGO То есть Никто не знает Доходов с нее Это означает Что никто не знает В точности Сколько люди В CSGO тратят Ну то есть Никто из комьюнити Из большого комьюнити Сколько люди тратят На стикеры И так далее Соответственно Если мы Аккумулируем Допустим На какой-то Условный интернешнл На который Valve допустим Выделит 1 миллион И поставит Компедия И скажут Смотрите 25% от Компеда Пойдут в призовой фонд И допустим Наша комьюнити Сможет аккумулировать Там 2 миллиона 3 миллиона Опа Прилетел Оксантарас Очень красиво Все сделано Классическая кстати Тема 2D дроп И Спейсы регулярно Используют То есть Против форзов Они два раза Используют Сейчас тоже Чем вам не нравится UCC народ Пускай Комментят Парни Пускай Типа Это Показывают Уровень Чего Я не знаю Не все же Одним Рухабом Жить Так И Другими Парни Да Хотя бы Сегодня Один килл Сделает Тут на самом деле Ресет был По моему По киллам Поэтому Эта статистика Не верна Он делал Какие-то килл Если не ошибаюсь Так вот Я по поводу Компеда Продолжу попозже Сейчас у нас Пока сидение Сидение В конце концов Тао все-таки Смог сделать Свой килл Но это ни к чему Не привело Спейсы Очень-очень Грамотно Расконтролили Свои девайсы И теперь Как раз таки Третий раунд Из-за того Что опять же Два раунда К ряду Спейсы Ставили бомбу То есть На первом И на втором Из-за этого Экономика Позволила им Хорошо сыграть Третий И забрать Преимущество И что самое главное Заставить игол Сейчас форсить Что другого варика Не ну есть Вот смотрите Это не форс Да Это полубайчик Такой Легенький С одним армором Цезэхами Двумя штуками И Скаутом С деглом Но все равно Сами понимаете Что думаешь О СНГ Аналогах И Си Фейс Вообще Не знаю Что это Есть ли они Если есть То что у них происходит Там Ни имею Ни малейшего понятия И совершенно Особо не интересно Потому что Зачем они нужны Если все есть Паск Сантара Попытается выйти Вау Снетчи Красиво сыграл Не получил сам демедж Раздамажил 35 Сантараса Получил он фул Это неплохо Ну и конечно Все это идет в сторону Все тех же Спейс Солдерс Что было в принципе Изначально понятно И да Два девайса Выбери Да Окей Хорошо Пичарльз Законтролил Калаш Замечу то что Спейсы Выбирают именно Аплэнд Хотя здесь два человека И Тао имеет шанс Еще Показать себя Но поляки Пока Не смотрится Нет Не получается Без девайсов Сыграть На следующем раунде Будет дабл ОВП Скорее всего Поэтому в принципе Ждем именно его Да Так оно и есть Все таки за контролем Все у них в порядке будет Нам попросили название Стрима поставить Нормальное Сейчас поставим Сори за эту неполадку С моей стороны Оп Поставил Все Теперь вы должны быть довольны И девайсный раунд На наших экранах Пятый раунд Второй половины Эммочки ФАМОС Калаши от спейсов Достаточно спокойная Атака Не будет никаких Раши от спейсов Они должны щупать Почву сейчас Они должны знать Примерно Как его играют На КТ-сайде В принципе Думаю что Тренер их мог подготовить Или кто там у них есть Может Пи-ичар убивает Сентареса В самом начале раунд Ну и мейджор Начинается классический Заход Смог был Использован Фурлана В принципе практически Ни в куда Ими на самом деле Даже Келик с Мажором Воспользовались Намного больше Нежели наоборот То есть смог должен быть Для удержания А мейджор и компания Могли бы сейчас пройти Но они решили Отступить обратно И С этим смоком Помансовать Мейджор Момент Да-да-да Отличная флешка Замечу я Мейджор мог бы ее Реализовать Но Фурлана просто стрелял Сквозь смог Зачем сквозь флешку И мейджор просто не смог Так быстро сориентироваться Потому как Сам Только из-за смока Выходил Но идея неплоха Идея неплоха Флешки Смок это вообще Универсальная штука Которую Сенька обожает Келикс Перестреливает девятку И теперь уже Надо сражаться Против ЗЗ На который пас Точнее на который Против которой пас Ничего не может сделать И Келикс один Так вот По поводу Призового Соответственно с этим Смотрите Мы аккумулируем Допустим условно Сообщество Аккумулирует 2 миллиона Всего это 3 миллиона До Противового фонда И какой-то инт вообще Это такое себе По сравнению с дотой Это вообще будет рофл Но Проблематика не только в этом Не только в том Как комьюнити это оценит Проблематика еще и в том Что если мы на следующий Допустим Инт Не соберем больше То это означает То что игра стагноцирует Игра не развивается И для комьюнити Это будет значить многое И Да Вы можете сказать Ну как она стагноцирует У нас же просмотры большие Вот там миллионы Онлайн одновременно Собираем Но мы же все На мажорах Но мы же все Прекрасно понимаем Что на мажорах Есть определенная ситуация С которой сталкиваемся Все мы А именно Ящики То есть если бы ящиков не было То мы увидели бы Реальный онлайн На ивенсе Вот А мы не видим его Да К сожалению Нам Valve Нам Valve не показывают А. Прозрачный денежный поток Б. Прозрачный поток просмотров Ни то ни другое Не является настоящей правдой Так Гроби Беспрекрасно называется Тот На дальней дистанции Мог бы там сделать даже больше Гроби Отличный верхний пробет от него Просто шикарнейший Мансует как боженька Еще и стреляет сверху Три хэдшота Ммм Вкусно Вкусненько Ну и Минс Инжин тоже Так что вы осознаете Да То есть на самом деле Вы можете сказать Что это заговор масонов И я с вами соглашусь Это все именно он Но как-то подозрительно Выглядит ситуация Вокруг которой Нам не дают Ни инфы Зачем принцип Инта Из-за Инта Никто не играет на мажоре В доте Это полный бред Сивые кобылы Самое бредовое предложение Который в жизни видел Сейчас все играют На мажорах в доте По-настоящему сильно Потому что Миноры сейчас особо не нужны Потому что Они так много очков предлагают Хотя все равно все участвуют Но мажоры очень важны Потому что Они дают доступ К Инту сейчас И вот это вообще Жесть как важно Всем Там нету сливных Каких-то каток Рофлиных И так далее Никто не пикает Пуджей Там техисов И тп И тп Вот Так что Нужно задуматься Почему Valve не дают нам инфы Точно не по Количеству зрителей Смазывая это все Клубничным джемом При помощи ящиков И люди Соответственно Там делают По несколько аккаунтов И так далее И второе Почему Они не дают нам компет Хотя они опять же Могли бы не отказываться От стикеров Да Они могли бы оставить стикеры И добавить еще И компетилм сверху Например Почему SS не пытается SS пытается Поверни Изо всех сил Просто Вопрос в другом Что Тут Сейчас Неплохо отыгрывают Гроби Предыдущим девайсом И сейчас У нас будет девайс Я думаю SS имеет все шансы На то чтобы Выиграть здесь На второй половине Все еще где-то 60 на 40 Наверное Понеслась Заход Спейсов Быстрый Небыстрый Нет Медленный Сейчас Молик кинет на верхний парыч Келикс тем временем Больше инфу Это не факт Это так и есть Но на самом деле 2018 год 1 миллион В топовой игре Которую смотрит По официальным данным От Valve Да Миллион Одновременно Смотрящих нам Которые и Лига показывает Нам на стримах И посмотрите Вот у нас онлайн Миллион Одновременно А потом такие Оп и все Если скроется Реальный интерес КС То это минус Спонсора Если тут спонсоры Это минус Много Тим Минус Много Тим Минус КС Сложно Сложно Тут говорить Прямуем Так В HR Отличная работа Против Мейджора Тем временем Пас Вышел С нижнего парыча Все сделал Классно И теперь уже Вопрос К грубей И снэйча Все Два в один То о чем я говорил Спейсы реально Имеют шансы Я Ооо Ебой Снэйчи Как же красиво Он делает все Прям Гай Ричи В оплоте И сейчас это минус Инжин еще нет Нет Инжин на префайре На префайре Жестко Это еще один каминч Катки не особо важны Это же Опен квалы Не закрытые даже Квалификации В выходные в эти Будем с вами В субботу и воскресенье Лицезреть Закрытые квалы К АМ Катовица Европейские А там зарубы будут жесткие И мы будем кастить Все линии Все линейки точнее Матчей Если я не ошибаюсь И В первый день Вы будете слушать Сейчас вам скажу Кого Я вам ткаду Кого вы будете слушать В выходные Короче 3 февраля На АМ Катовица Вы будете слушать Сеню Уха И Гатминта Со слипчиком А в воскресенье Меня сенканисом И Гатминта Со слипчиком Вот Ну соответственно Меня сенканисом Будете смотреть На основном канале Так что В воскресенье приходите Смотрите И так далее Вот И Мы конечно с вами Сейчас на антиэкономическом А ну кстати да После стрима вот этого Я еще запущу наверное PUBG Если Три карты не будет И мы не совсем С вами устанем Так что если кому интересно Со мной просто поболтать О том о сём То я могу с вами посидеть Поболтать о том о сём Лапка я жалко не взял Правда На студию Но это не страшно Думаю Что-то очень медленно Это go around Я бы на их месте Прозастакался в одном месте В одной точке Или возможно просто попушил Они решили играть от позиции Со своими пистолетиками Хорошо было бы Если бы как в Китае Надо было бы Регаться в нет И то читер сразу бы убедилась В Китае очень много читеров Это не мешает никому Так Сантарас Голова полетела Чей матч буду комить Не знаю Чё там за Попроси гатминта поменьше скримить Я думаю ты про стритчек Сейчас говоришь А не про гатминта Гатминт не скримит Вапсче Граби Гатминт это как раз Совершенно спокойный Ээээ Китатор Насколько я знаю Я не особо много слышал Но всё равно Так Ну и чё у нас там 12-13 Тишина покоя В лесах Амазонии Очень плотная борьба Начинается у нас И вот сейчас уже Девайсный раунд Который решится Исход 14-го и 15-го раунда В пользу спейсов Если они возьмут Да я имею ввиду Первый То у Игоуни На следующий раунд Не будет экономики В отличие от спейс Которые будут иметь Деньги на закуп В следующем раунде Если что Не то чтобы много Да Но если бомбу поставить Так вообще отлично Всё будет Это БО-3 Так Флэшчки Полетели Тао Нижний парч просматривает Раби начинает Расстрел стены Смоки Играли быстро Играли быстро Порой То есть Выбирали себе Пуш-раунды Где они просто Раскидывают смоки И быстро выходят На первых секундах То здесь Пейсолдерс понимает То что Игоу могут Такие вещи наказать И пытаются играть Вот на чек Типа максимальный Игоу в свою очередь Супер закрыто играют Смотрите Вообще Вот прям Убер закрыто Ещё один смачок Нам дал Закроют Ксантара со спазом И те не выйдут В ближайшее время Если выйдут То Им будет сложно Это делать Жесть Вот это позиционка Ну я имею в виду Вот это атака Очень долгая Игоу очень круто Обороняются Использовали все Свои утилитис На то чтобы Удержать противника И СС им сейчас придётся Последние 20 секунд выходить Это практически Минус раунд для СС Чисто стратегического Формата PHR убивает ещё Иксантараса Ну всё До свидания Полностью готовый Гоу к этой атаке Полностью Он перекрывает Смаками все Возможные выходы С поясом ничего не остаётся Кроме как Кидать этот несчастный Смак на Аплент Закидывать его на дефолт Точнее И пытаться Плантить Без шансов Насчёт антищита Что скажешь Когда его уже сделать Никогда, бро Никогда В CSGO Есть множество Других проблем Их тоже не решают Очень долгое время Например Аудио В смысле Например звуки В нюке Да SK например Сами говорят о том Что они могут играть нюк Но они его пермабанят Потому что В нём Убитый звук Потому что они не понимают Где находится противник Сверху или снизу И об этом много кто говорил Ещё во время выхода Нового нюка Старого-то тоже Но как бы старой В принципе уже Забытая песня Считаешь ли Считаешь ли что Каудаб Проиграет А как нормально Отметили Мажора Бол с новыми силами Их унизит Я считаю Что эта катка Не имеет особого значения Для обеих команд Потому что На Весге Пять слотов На файналы И там реально Очень легко Среди таких команд Которые есть Так что Ну в смысле Выйти из Этих квал Так что Вообще Неважно Ни тем ни другим Ну на мой взгляд Вот А хороший античит Сделать практически Невозможно То есть Вся проблематика В том Что так работает ПО Плюс На самом деле Читерство Это выгодно Это тема То есть Для Valve Присутствие читеров В игре Теоретически говоря Опять же Я не утверждаю Но если посмотреть На экономическую Составляющую Игры То мы увидим То что Ты банишь читера Да у него кроме этого Еще и были какие-то Скины Что тоже классно Ты банишь Потому что он Скорее всего Себе там Попробует Снова купить Ты банишь читера Он покупает заново Игру Снова банишь Снова покупаешь Игру И Зачем покупает Игру И банят они Там типа С десятками тысяч Да порой Вот И вагбана Это просто Идеальный способ Пополнения людей В кс го Вот Поэтому По поводу Вот этих Типа тем Что Новое поколение Читов Появляется А вагбан Не видит Вагбан Совершенствуется Допустим На новые читы Банят волну Потом опять Хоп Появляется новая Они опять их пользуют Опять вот это происходит И так далее Но честно скажу Лично я считаю Что мм В кс это просто Самое Плохое Что могло случиться С рейтинговыми играми В истории Вообще всех игр Я не знаю Где они еще больше Сломаны Я конечно не играл В какие то другие игры Помимо Доты Лола И Ну лолы Так чисто Овервотча Даже в овервотча Он лучше Хотя казалось бы Да Не компетитив Игра Изначально Скоро Скоро ли выйдет Новая кс Я думаю Что пока Вот это не загнаться И то там еще Много лет пройдет Вы помните Историю с урсом Как бы С 1.6 Так что Так Пошла стрельба От грубого Вместе с Туао Хорошая приемка Б плантас У спейсов Серьезные проблемы С Б на самом деле Они походили на А Там получили бачам Решили Ладно давайте Б У нас тут типа Мало девайсов Может быть получится Мне что не очень нравится То что Келикс Решил не отмораживаться Наверху То есть У него был молотов Это классическая ситуация Когда вы покупаете молик Чтобы специально С верхнего парапета Вот отсюда Откидывать его Прям на бомбу Ну правда У пейчера все равно Был смог Скажете вы Будете полностью правы Но все равно Видел новый патч Давайте теперь За репорта не мыть Это неделю А сразу на полгода Нет Это не на сразу полгода Если типа Ты много раз был В ситуации В которой Ты попадаешь В лоу приорит Тебя начинают банить На полгода Там то есть Не сказано Что сразу Типа сказано За множественное нарушение И так далее А да Так 14-13 Друзья У Space Soldiers Нет денег Больше вообще Приходится закупать Себе гранатки Плюс ТЗ Я думаю Знаете Это будет Блайнд раунд То есть Когда закидываются Смоки И выход В формате Бесконтактного боя По-быстрому Поставить бомбу Отойти обратно Я почти уверен То есть Скидается Вот такая стена смоков Ставится здесь бомба Убегается обратно Потому что У противника девайс У тебя пистолеты И ты не хочешь драться Я почти уверен На 99% Потому что Раскидка с мусорки Это классика Жанра Такая ситуация Ответчики пошли Смоковые Но видите Вот такая ситуация Парни пытаются сыграть А нет Пытаются на контакт Все-таки выйти Но вот Здесь просто смоков Немножко не хватает Но бомба будет поставлена Быстро Должна быть поставлена Здесь мейджер стоит Прямо у плента Ну бомба где Бомба где Смоки закончились Они все еще бомбу не поставили Но мейджер внедрился в ЗЗ И вот эта глобальная победа Как же жестко Как же жестко И теперь уже два Но зачем Зачем Сыграй пассивней Что же Это же такое Пацаны Ну вы что Вы же поставили бомбу Зачем вы это делаете Поставили бомбу Заберите девайсы Если получится Если нет Отойдите В принципе ладно Я же не в команде Я ни хера не Ничего не понимает С версией 1.3 играю, потому что не что не принимаю за что-то соревновательный, солидарен с тобой полностью, тоже играю с 1.3, играл точнее с 1.3 И для меня тоже нет ничего другого. Но опять же, я смотрю Overwatch, я смотрю Halo, порой когда попадаю. Если ничего не понимаю, это Gears of War, вот там вообще жесть. Перекаты, сидения за этими застенками, ну это типа на плойкере, там на Xbox катают, но я просто угораю с этой штуки. Кто-нибудь смотрел Gears of War профессиональные? Это жесть. Так. Заход на нижний парч. Tao вместе с Гроби. Ты чувствуешь, когда комментатор ставил нас поясов? Не, я ни на кого не ставил здесь. Я просто недоумеваю, потому что раунд был круто сыгран, согласитесь. SS сделали очень много с пистолетами. Больше, чем то, что они делали с девайсами в предыдущем. Так. Это, походу, смерть для Туал. Идёт, смотрите, какая она красивая. Ох, это смертушка. Не, на самом деле, я бы много отдал, чтобы меня к Сантарасу убил где-нибудь в паблике. Достаточно миловидный молодой человек. Минус снэтчи. Как же он отыгрывает, а? Походу, это допы, друзья. Что там по деньгам? А, нет, в принципе, деньги есть. Плюс-минус. Вот такие, знаете, ЦЗ. Там, может, UMP будет. Может, товар даже. В общем, может, МК. Сейчас посмотрим. 5400 у PHR, 4400 у фурлана. Да, даже ВП можно купить. Угу. АВП будет. Погнали далее. 15-14. Важнейший раунд на этой карте. АВП. ФАМОС. М4 и 20З. В расположении у поляков, которые будут обороняться. Триплой на Апленте. Даблой на Бэй. Начинается пуш. Пич. Реализует свою первую винтовку. Убивая Энджина в самом начале раунда. Возможно, это начало конца для Спейс Солдерс. Но им нужно постараться. Им нужно выбить здесь. Все, что у них есть. Просто забрать себе. Жестко. Так, ну что, давайте формат комментовача, а? Жесткие фаст... 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 фаст комментарии на этот раунд. Sorry, друзья, если вам не понравится. Сейчас соберусь. Что-то у меня жарковато. Пошлепаю себя по счетчикам. Погнали. Пас. Получает флешку. На него обрывается противник. Снэйчи. Отличный хэдшот от него. Снэйчи убивает. Это еще и Сантарес, который пытался наразменить сыграть на своего оппонента. И Мейджор вместе с Келиксом. Два на пять. Ситуация. Им нужно двигаться вперед. На зеленке. Они подвигаются. Мейджор. Хороший по фурлану фраг. Но теперь надо двигаться. Еще сорок секунд осталось. У них нету. Бомбы под контролем. Турки застряли в этой точке. Смог. Откидывается. Флешка будет сверху. Но PHR внезапно нагревается ВП Мейджора. И Келикс. Остается один против четырех. Он бежит. Он бежит. Сто метровочку. В сторону Т-спауна. И нужно забрать бомбу. Двадцать четыре секунды. Двадцать четыре секунды. Келикс. Келикс братик. Беги. Беги. Келикс. Беги. Но он добегает до плента. Пятнадцать секунд остается. Кидается молотов. В сторону апдауна. Снэчи. Дает последний хэдшот в этом раунде. И гол. Забирает себе шестнадцать. Четырнадцать первую карту. В рамках Best of 3 противостояния. Опен квалификации. А и М. Катавица. С вами был Crystal May. Мы отправляемся на паузу. Рекламную и музыкальную. Через минут пять десять мы начнем.